Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие зрители, творческие люди, художники, любители живописи. Вы находитесь на канале Яркие Картины. С вами Наталья Ширяева. И сегодняшний мой выпуск я решила посвятить рассказу о том, какая ситуация произошла у меня при работе на сервисе Etsy. Я уже давно занимаюсь продажей картин через интернет. До этого я работала на сайте Ярмарка Мастеров. У меня там есть магазин, у меня есть свой личный сайт. Также я продаю картины через YouTube-канал свой. У меня уже больше 350 проданных работ. Наверное, уже ближе к 400 приближается их количество. А на сайт Etsy я пришла два месяца назад. Я пришла туда с подачи моих друзей, моих знакомых, у которых там были магазины, рукодельницы, художники. И долгое время приходили разные сигналчики о том, что, в общем-то, это интересный сервис. Говорят, что там продажи гораздо слабее идут, чем на Ярмарке Мастеров. Но при этом там, как бы, интересно, это все-таки международный рынок. Это американский рынок. Это работа за валюту. Так как в это время я жила в Таиланде, то я решила, что, в общем-то, пора. Пора мне тоже выходить на международный рынок. Мы обсудили это с мужем, который вместе со мной работает, над продажей моих картин. И решили завести там магазин. На самом деле, я была уже там зарегистрирована. В далеком-далеком 2014 году мы там пытались тоже продавать картины, но как-то сразу дело не пошло, и магазин был закрыт. Ну, а кант у меня остался. Вот. Как я уже сказала, это произошло где-то два месяца назад. Вот. Мы вдвоем начали заниматься с мужем магазином, и у меня довольно быстро случилась первая продажа. Сразу скажу, что после этого у меня еще случилось несколько продаж, но вот именно с первой продажей у меня произошла проблемная ситуация, в результате которой я потеряла достаточно большую сумму денег, и я потеряла свою работу. И есть еще шанс, что, возможно, она найдется, но, скорее всего, я думаю, что я уже с ней простилась в глубине души. То есть если вдруг каким-то образом волшебным она еще ко мне вернется, то я буду, конечно, этому очень рада. Вот. Ну, сейчас я вам расскажу, что за ситуация, какая сложная ситуация может возникнуть, да. И уже после того, как у меня начались эти сложности, да, эти проблемы, когда я поняла, что, вероятно, я попаду на большую сумму денег, я стала выяснять через интернет, опять же, у знакомых, у людей, которые работают на ЭТС, оказалось, что это не единичная ситуация, что при работе на ЭТС достаточно часто вы рискуете. Вы рискуете деньгами, вы рискуете своими работами. Вот. В чем же проблема, да, что за ситуация, и кто вообще виноват в ней? Сейчас я вам расскажу. Вот. Ситуация не совсем понятная, но однозначно то, что я в ней пострадавшая сторона, и что меня кинул либо мой покупательница моя кинула, либо американская почта. Вот. Естественно, оптимизма мне не добавила, не добавил этот опыт, да. Хотя до сих пор я считаю, что ЭТС – это интересный ресурс, хотя, конечно же, на нем русскому человеку работать гораздо сложнее, чем на каких-то ресурсах русских, да, например, там на ярмарке мастеров. Но там есть свои плюсы. Есть свои плюсы, есть определенный интерес. Я думаю, что я посвящу этому отдельное видео. А сейчас расскажу, что за ситуация у меня была. Значит, у меня была продана картина, она стоила порядка 100 долларов. К ней добавлялась, к этой сумме добавлялась еще небольшая сумма за пересылку. Сумма за пересылку была заведанно меньше мною назначена. То есть я для раскрутки магазина хотела такой бонус покупателю сделать, да, предполагаемому, чтобы мой магазин быстрее раскрутился. Поэтому я поставила за пересылку всего 10 долларов, тогда как пересылка обошлась 30 долларов. Вот. В тот момент я жила в Таиланде. Я жила там полгода, и пересылка была оттуда. То есть 20 долларов я добавила от себя на пересылку для того, чтобы картина беспроблемна и быстро дошла. То есть это хороший быстрый способ авиапересылка. Обозначалось на почте, что это будет продолжаться 2 недели. За 2 недели картина дойдет покупателю. Что же произошло на самом деле, да? И в чем же, как говорится, загвоздка в этой ситуации возникла? Картина мной была отправлена в срок 3 дня, как было обозначено на сайте. Деньги поступили ко мне на счет при оформлении продажи, да. То есть деньги были порядка 100 долларов, да. То есть картина у меня стоила немного меньше, 90 долларов, 89 долларов и 10 долларов от покупательницы было переведено еще на пересылку. То есть 99 долларов поступило ко мне на счет на PayPal. Вот. Картина была отправлена в срок, трек-номер был выслан. Через, наверное, ну где-то порядка 2 недели картина уже поступила на почтовое отделение в США, туда, где живет покупательница, по ее адресу. Вот. 10 марта поступила картина. Сегодня 28 марта. 18 дней прошло уже, как эта картина находится там. И по трек-номеру она там обозначается. Вот. Когда прошло 10 дней уже после того, как картина поступила на почтовое отделение, мы решили списаться с покупательницей. Потому что мы видим, что картина не доставлена и не получена. То есть она продолжает находиться на почте. Мы, конечно же, не подозревали никакого подвоха. Мы даже не предполагали, что люди, которые покупают что-то через интернет, могут не захотеть это забрать. И что это была, допустим, возможно, покупка просто импульсивная, да. И потом человек просто захотел вернуть деньги. Но когда мы стали, как говорится, уже стала ситуация развиваться, стало понятно, что у американских покупателей это нормальная ситуация, когда они вначале совершают покупку, а потом хотят вернуть деньги. И они думают, как им это сделать, да. То есть просто не забирать товар, просто не забирать продукт. Из американских фильмов мы знаем, что люди там возвращают даже свадебные подарки в магазины. Главное, чтобы к ним прилагался чек. То есть вот так происходит, во-первых, защита покупателей от их спонтанности, от неодуманных поступков. И, во-вторых, это уже в практику, в нормальную американцев вошло. Так как я все-таки человек, который основную часть жизни прожил в России, и так как я продавала на российском рынке картины, даже если я их высылала за границу, то это были российские покупатели, то у меня такого опыта не было. Я не подозревала, что это, как говорится, в менталитете людей это нормально такое отношение. То есть приобрести что-то, а потом просто передумать. То есть не важно, что картина ехала вокруг всей земли, проехала к ним. В общем-то, если у них изменилось настроение, то они могут с вами обойтись вот так, как обошлись со мной. То есть просто-напросто не захотеть забирать, но под видом того, что к ним не приехал товар. То есть покупательница начала напудрить мозги. Я начала запудривать мозги, какие-то такие отмазы. Ой, а я не знаю, где это отделение находится вообще, где моя картина, вообще где это находится, где мой арт, где мой арт. В общем, как бы начала косить под дуру, по-русски говоря. Я вот сейчас буду говорить теми словами, которыми я в голове у себя это все называю, потому что это так и есть на самом деле. То есть я понимаю, что, видимо, в другом обществе это нормально. То есть то, что у них считается законным, у нас, в общем-то, в целом это не распространено. То есть я продала около 400 картин, у меня ни разу не было такой идиотской ситуации, которая случилась с первой же американской покупательницей. То есть я считаю, что если она передумала, с ее стороны все-таки было честнее бы сказать, что она передумала, допустим. Но она начала просто вот мудрить, юлить. Мы ей слали телефоны их почтового отделения, мы ей слали адрес, мы ей слали точку на карте, чтобы она ее забрала, вот эту картину, да, которая, в общем-то, конечно же, мне дорога, как дороги все мои картины. То есть дорога не только в плане денег, дорога просто та энергия, которая у нее заложена. Вот, тем более, что сейчас я уже нахожусь в России, и даже если теоретически эта картина могла бы быть доставлена назад, то там ее некому будет в Таиланде получить. Вот, ну ладно, как бы понятно, что, в общем-то, мы для них просто обслуга для продавцов, для покупателей на ЭЦИ. Вот такое вот хамское отношение, да, как обслуги, это нормально, в принципе, у американских покупателей, видимо. Вот, я уже делаю вывод обо всех, потому что после этого я много очень информации получила о том, что, в общем-то, ситуация достаточно рядовая. Вот, и в итоге что? В итоге она начала пудрить нам мозги, что мы должны в розыск объявить эту картину. Я знаю, что если пропадает трек номера при въезде в границу США на почту, то можно оформить поиск. У нас была с русской покупательницей уже такая ситуация, мы оформили поиск, через пять дней трек появился, картина была благополучно доставлена, и покупательница была ею довольна. Вот, так вот, несмотря на то, что трек и не пропадал, да, трек посылки из сервиса вообще американской почты, нам пришлось по требованию этой покупательницы оформить поиск. Поиск ничего, естественно, не дал, потому что трек как был, как лежал этот трек на почте, так он и лежит там до сих пор. Но вот она протянула, получается, практически три недели и заявила, что она хочет вернуть деньги. Вот, она сказала, что на почте этой посылки нет, а на другие почты я искать не поеду, верните мне мои деньги. Так как Etsy магазин не защищает продавцов, хотя там как будто бы, там для галочки есть какие-то понтики, но фактически защиты продавцов нет, там только защита покупателей есть. То ситуация должна была развиваться так, если бы мы начали с ней, ну как бы это называется, спор, да, открыть на Etsy, точнее она бы это открыла, да, если бы мы ей не вернули деньги по ее требованию, то нам бы просто заблокировали магазин до возврата денег. Причем мы бы должны возвращать и деньги за пересылку. То есть получается, что покупатель просто не хочет забирать свой товар, но ты при этом теряешь деньги, ты теряешь деньги, которые на пересылку были переведены, либо им, либо ты, допустим, от себя, как мы добавили, от себя еще 20 долларов, да, вот, и неизвестно, что происходит с товаром. Потому что если покупатель хочет вернуть товар официально, то есть он его получил, по каким-то причинам он ему не понравился, он его отправляет назад, да, ты теряешь деньги на пересылке, но ты хотя бы получаешь товар. А так получается ситуация непонятная, то есть что произошло с моей картиной, где она, то есть сколько она будет лежать на почте, куда она поедет дальше. Мой муж оформил на сайте, на сервисе почтовом американском другой адрес, чтобы эта картина, если она будет, ну, как бы найдена, да, она вроде бы и не терялась, но если она будет найдена, имя все-таки, то чтобы она была отправлена на другой адрес, чтобы она отправлена была не в Таиланда, а в Россию. Вот, поэтому, наверное, какие-то шансы есть, что картина еще вернется ко мне. Вот, но на данный момент, получается, мы вынуждены были вернуть покупательнице все деньги, которые она оплатила. Вот, что мы потеряли? Мы потеряли комиссию, которую берет Etsy за продажу. Вот, интересно, что при возврате денег через PayPal, комиссия PayPal, она тогда не взымается. То есть, получается, мы хотя бы деньги на комиссии от PayPal не потеряли. А там, вы знаете, достаточно большая комиссия получается. То есть, если ты, допустим, продаешь товар на 100 долларов, то порядка 10 долларов уходит на уплату разных комиссий и налогов. То есть, комиссия PayPal, комиссия Etsy и налог Etsy, которая платит, Etsy платит налог там за нас, за продавцов в Америке. И этот налог она взимает с продавца. То есть, ну вот какие-то там, по-моему, 3% с PayPal, они, как бы, получается, компенсировались. То есть, те, которые взяли с нас при переводе, когда она нам деньги переводила. Но вот комиссии все остальные, да, вот эти все налоги, они все равно, естественно, никто их не компенсирует. Вот, и таким образом мы, ну, получается, потеряли картину, да, стоимость около 100 долларов. Мы потеряли 130 долларов с пересылкой стоимость картины. Мы потеряли комиссии, вот, дополнительно еще 10% с этого. И, в общем-то, неизвестно, когда, да, приедет ли картина. Вот если приедет, то хотя бы потери картины не будет в эти потери общие, да, учитываться. Вот. Вот такая история. Да, и что можно было сделать еще в этой ситуации? Ну, можно было, конечно, встать в позу. Можно было, конечно, открыть спор, точнее, дождаться, пока она откроет спор. Теперь нам заблокирует магазин, то есть тяжба. За это время теряется рейтинг у магазина, вот, естественно, теряются нервы, вот. Тем более, что мы деньги эти с PayPal не выводили. Мы решили эти деньги не выводить, которые поступали за проданные работы, да, чтобы они лежали до того момента, пока покупатель не получит картину и не пройдет срок, тот, в который он может вернуть ее. Вообще опасность работы на Etsy, то, что они имеют право вам это вернуть, а вы, как бы, получается, попадаете на пересылку. А пересылка, вот, в две стороны, из России в Америку, из Америки назад, то есть там порядка 60-50 долларов, как бы, получается, вы из своего кармана еще заплатите. И плюс, как бы, понятно, что этот товар будет довольно долго ехать туда и довольно долго ехать оттуда. То есть там три месяца уйдет просто на то, что этот товар будет ездить туда-сюда, плюс еще вы попадете на деньги. Вот. Так что вот такие вот опасности. Имейте это в виду. Оставайтесь со мной на канале. Подписывайтесь, кто не подписан. Я вам рассказываю все о продаже изделий ручного труда, о продаже картин, о моем большом опыте. Вот, все рассказываю без утайки, без каких-либо, ну-ка, скажем так, с моей стороны, хитростей. Вот. То есть для того, чтобы вам было удобно, удобно заниматься творчеством и зарабатывать этим. Всего доброго. Я желаю вам удачи. До свидания. До свидания.